Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Сегодня ко мне пришёл начальник и предложил поработать 3 недели с 9 до 17. Пока сотрудник вместо другого коллеги в отпуске. Я всячески корректно пытался соскочить, так как график мне неудобен и меня устраивает мой график. Но начальник, человек своеобразный, обидчивый, работает в силовой структуре так, что не хочется с ним проблем. Пыталась привести аргументы, что мне неудобно уставать так рано каждый день и так далее. Но мои аргументы у него находятся в своей аргументе и меня на этом месте. Подскажите пожалуйста, как выйти из этой ситуации с наименьшими для себя потерями, чем аргументировать, чтобы он наконец услышал меня и не обиделся. Может мстить в свою силу своего характера. Но мне кажется, он холерик, любит рубиться с плеча, а потом и жалеет. В общем, своеобразный персонаж. В понедельник, сказал, пройдёт ещё узнать моё решение. Человек не хочет слышать, что мне это не надо. Спасибо большое за помощь. Смотрите. Какая здесь история? История здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы находитесь как бы в позиции жертвы. То есть, что я имею в виду, что такое позиция жертвы. Это значит, что вы как бы с одной стороны хотите отстоять свои интересы, свою позицию. Вот. С одной стороны, вы хотите этого. С другой стороны, вы, желая отстоять свою позицию, не хотите человека обидеть. Вот. Аргументируя это тем, что вы боитесь там, ну, мести и так далее. Вот. Ну, как бы с его, с его стороны. Проблема заключается в том, что, что так не бывает, чтобы мы могли и свои интересы защитить. Да. Вот. И никого не обидеть. То есть, вам нужно решиться, в первую очередь, на ту цену, которую вы готовы, готовы, значит, вот, заплатить. За то, что будете отстаивать свою позицию. В противном случае, это не позиция, а просто декларация каких-то своих, в данном случае, желаний не более того. Вот. То есть, это необходимо учитывать. Необходимо учитывать. Необходимо иметь, иметь, иметь это в виду. Вот. Потому что, за то, чтобы иметь возможность, да, за свою позицию, каждый, абсолютно каждый. Ну, как бы несет ответственность и отвещает, то есть, платит, значит, цену определенную. Вот. Если вы готовы платить цену, это одно. Хорошо. Если не готовы платить цену, это другое. Тоже хорошо. Да, он может, может вам мстить, это правда, он может что-то вам сделать, это верно, но тут вам нужно для себя решить, вот. В первую очередь, как бы, хотите ли вы отстоять свою позицию. свою позицию, если вы сами не чувствуете, что оно того стоит, да, если вы сами не чувствуете, что ваша позиция стоит того, чтобы ее как-то защищать, да, чтобы ее как-то отстаивать, вот, то как бы естественно начальник будет на вас давить, вот. Дальше, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что начальник вас не слышит не потому, что он не понимает, что вы говорите, а потому, что ему не выгодно, то есть тут вот все как, в общем-то, и сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, то есть ему не выгодно вас служить, то есть зачем вам, например, зачем вам это нужно, зачем вам нужно, чтобы, ну, человек вас услышал? Понятно. Зачем ему, чтобы, зачем ему вас услышать? Игорь Леонидович, вот это интересный момент, и это, как мне кажется, и как мне, как мне, как мне видится, самое главное, что вы здесь в этом смысле думаете о себе, о себе это хорошо, вот, но если вы хотите что-то для человека донести, то нужно думать о нем, то есть нужно сделать так, чтобы ему было выгодно вас услышать, пока этого не происходит, пока не происходит того, что вы можете сказать что-то, что будет, вот, как-то в той или иной степени выгодно слышать, значит, ну, вот, восьмоначальный коллег, вот. А дальше, значит, откуда у вас страх места? То есть, ну, да, понятно, что он действительно может мстить, это понятно, само собой, как бы, разумеющееся, но у вас, на мой взгляд, это не просто само собой разумеющееся, а вы именно как будто вот этого целенаправленно боитесь, то есть вы целенаправленно боитесь того, что вам будет мстить, вот. что это? Что это, как не подавленная, в общем, агрессия, да, то есть история про то, что вы, значит, ну, подавляете свою агрессию, а потом проецируете, переносите ее на, значит, ну, на другого человека, да? Вот. В данном случае сказать слово. То есть я думаю, что вам несколько нужно, ага, значит, подслеживать ваши чувства, вот, подслеживать ваши реакции, вот, позамечать их немножко, а, для того, чтобы несколько лучше иметь возможность их выражать, вот. И тогда, я думаю, страха будет меньше. То есть, ну, сейчас это, как бы, сейчас это, так скажем, произвольно, ага, от ваших подавленных чувств, сейчас это произвольно, а, соответственно, если вы будете выражать там, где вы это подавляете, то этого будет, этого у вас будет меньше, соответственно, страх пройдет. Ну, просто там, что вы будете, вот, а, более, 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 более свободны, вот. Ну, и с тем, как вы обращаетесь со своими страхами, и чего конкретно вы боитесь, тоже нужно поработать, как мне кажется, потому что на вас это влияет, вот. Вот. И еще один, ммм, такой важный, я бы сказал, момент заключается в том, что вы как-то вот ждете, вы ожидаете того, что он, ну, человек вас хочет. Вот. При этом, при этом, как мне кажется, вы несколько не задумываетесь о том, а почему, собственно, он, вот, ну, почему он, собственно, должен вас слушать, почему он должен к вам прислушиваться, вот. Вот. У нас связывают, ну, чисто, как бы, чисто служебные, так скажем, отношения, да. Вот. И больше, в общем и целом, как я понял, больше ничего, вот. Поэтому тут такой, тоже довольно деликатный момент. Вот. Ну и последнее, что, наверное, хочется сказать, это то, что вам нужно, значит, поисследовать, да, немножечко, с юридической точки зрения правомерность того, что делает ваш начальник. То есть, имеет он право, не имеет он право действовать, вот, ну, примерно, ну, скажем, таким образом, да. Вот. Потому что, одно дело, если он умеет право так делать, то есть, как-то, ну, допустим, там, не знаю, в договоре, да, или вот, в соглашении, значит, сказано, что вот может начальник так поступать, это вот его, условно говоря, ну, его права, его, его, его полномочия. И другое дело, если нет, другое дело, если он не может этого делать. То есть, это вот такие вещи, на которые, на мой взгляд, нужно обратить, обратить вам самое, так скажем, самое пристальное внимание. Вот. Вот. Без этой, без этого, то есть, без юридической подоплывки, вам, возможно, не получится, опять же, из этой ситуации, вы видите. Вот. Что сразу бросилось в глаза? То, что вы, как говорите, попытались соскочить. Ладно? То есть, в этом, в этом выражении, вот, то, что вы, как вы говорите, попытались, значит, попытались соскочить. А в этом, в этом выражении, в этой фразе, вот, уже прозвучала некая такая, знаете, неуверенность. То есть, как бы, ну, словно говоря, прямо, прямо я не откажусь, да, прямо я не могу отказаться. Вот, поэтому я, я хочу соскочить. Ну, опять же, здесь, вот, как раз, здесь есть, вот, такой момент, да, что, соскочить не значит отказаться. Вот. То есть, эээ, а вам нужно, вам нужно, вам нужно, эээ, именно, именно, что отказаться от этого. То есть, это разные вещи, эээ, на самом, ну, на самом деле, эээ, вот, это очень разные вещи. Поэтому, я думаю, что здесь, эээ, есть, эээ, вот, эээ, эээ, такой момент, здесь есть вот такой момент. То есть, моментов не несколько, они, эээ, ну, как бы, ээээ, на, пи, на первый взгляд, эти моменты могут быть не связаны между собой, да, потому что, эээ, они, как бы, из разных, эээ, из разных сфер происходят. Но вместе они создают определенную картину и определенную, ээээ, палитру возможностей для вас. Вот. Единственное, единственное, что, ээээ, важно, это только то, что, ээээ, без последствий не получится. То есть, нужно, ээээ, всегда держать в голове, что, ээээ, последствия – это нормальные. Вот. У человека нет. В данном случае никакой мотивации к вам прислушиваться. Вот. Если бы вы находились, эээээ, скажем, скажем так, ээээ, ну, в отнош... в отношениях, да? Эээээ, если бы вы находились в отношениях, если бы это была романтическая история, если бы это была родственная история, а если бы это была, скажем так, дружеская история, да, то здесь было бы немного по-другому. Но поскольку здесь исключительно выгода, и каждый стремится к своей выгоде, вот, ну, как бы, вот, совершенно, совершенно неважно, неважно в данном случае, ну, насколько это хорошо или плохо, вот, каждый стремится к своей выгоде. Вот. То вам нужно делать то же самое, вам нужно делать то же самое, и также стремиться, в общем-то, в общем-то, это к своей выгоде. Вот. И все. А последствия у этого будут, будут, ну, ровно такими, какие они должны быть. Вот. А соглашаться вам на них или нет, это уже детально, вот. Но я с своей стороны могу сказать, что акцентирование внимания на, допустим, той же месте, да, акцентирование внимания, допустим, на, ну, на какой-то возможности, там, ну, на возможность расправы над вами, да, там, или что-то такого, да, в моральном или карьерном аспекте. Вот это является психологической проблемой. Вот. С точки зрения психологии, то, что может сделать психолог, помочь вам разобрать это. Вот. Ни в коем случае не, ни в коем случае психолог не поможет вам решить вопрос, связанный с тем, чтобы человеку говорить. вот. Вот. Потому что, ну, тут, ааа, тут мотивация, мотива, мотивация никакой, никакой нет, да. Вот. Но помочь вам, допустим, разобраться в себе, это то, что, вот, вот, вполне можно сделать. Вот. Вот. Другой вопрос заключается в том, хотите ли вы, хотите ли вы этого. Вот. Понимаете, да? То есть, хотите ли вы над собой работать. Я также не думаю, честно говоря, я не думаю, что это единственная у вас подобная проблема. Я думаю, что в той или иной степени вы периодически сталкиваетесь, вот, значит, с такой проблематикой. Вот. Я думаю, что это системно. Я думаю, что это системно. Я думаю, что это системно, и, соответственно, исходя из этого, даже, исходя из этого, так сказать, исходя вам нужно именно с этим. Вот. А, на этом, на этом, пожалуй, что все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Хотелось бы пожелать вам удачи, хотелось бы пожелать вам, ну, действительно, из этой ситуации выйти как можно, ну, как можно лучшим результатом для себя. Словом, самого доброго!